Еще витальский дом 1 сентября. Мы давно занимаемся всякими информационными технологиями в рамках известного себя. И всегда была идея, чтобы не было идеи фикс электронной. Что-то нужно делать для людей, между людьми. Если это улучшает общение и движение человека к человеку, то это хорошо. А если что-то вместо другого, то не очень. И поэтому, когда встала задача что-то такое сделать с учебниками, чтобы они через планшеты, через всякие устройства с ними можно было пользоваться, то вы сейчас видите кадр, составку для нашего учебника, где очень важные для меня слова написаны, что учебник для учителя и ученика. То есть это не вместо учителя, это не самоучитель. То есть можно делать самоучители, технологии позволяют, их очень много. Это тот путь, по которому идут развитие, наверное, 80% всяких учебных пособий. И покажет, и научит, и подберет, и оценку поставит, и оценит. Здесь другая идея. Я уступаю на стороне учителей, чтобы действительно помочь учителю работать на уроке, дать ему возможность сэкономить время или что-то как-то по-другому представить материал, чтобы ученик был включен в работу в классе. И еще раз, только что мы сейчас про это говорили на другой плане дискуссии, речь идет даже не об электронном учебнике, потому что это очень серьезное понятие. Сейчас не буду на это тратить время. А пока мы в стадии электронной формы учебника. Тем более, что это ровно то, что требует регулятор. Почему он это требует? Потому что электронный учебник, электронная форма учебника, в отличие от печатного, бумажного, сам по себе не ходит. Ему нужно устройство. Эти устройства у кого-то есть, но в большей степени пока что отсутствуют. Поэтому взаимозаменяемость печатной и электронной формы, она необходима. Она заявлена в требованиях к электронной форме учебника. и она реализуется в том числе в издательстве просвещения. Когда мне предложили за короткие строки сделать большую часть учебников, я сразу отказался. Потому что в моем представлении, что он учебник, это действительно серьезный подход. серьезный, то есть требует перестройки всего, контента, что за чем показываем, что с чем связано. То есть это на самом деле совершенно новая методика, совершенно новое устройство в классе. И не случайно мы сейчас на секции смешанного обучения говорим, да, потому что это просто другой взгляд на образование. Вот другой взгляд на образование, другой подход, другую методику за полгода не сделаешь даже в одном учебнике. Это как написать учебник, который требуется 5-6 лет работы авторского коллектива и по-другому сделать невозможно. Сейчас же речь идет о том, что настал уже цифровой век, ученики не хотели бы носить в орфеле полный книг. Если есть планшет, почему бы в нем не иметь свои учебники и, может быть, заодно использовать по максимуму те возможности, которые дают эти устройства. Я быстро пройдусь по учебнику, именно по экстронной форме учебника, который сегодня предлагает посвящение. И заодно можно увидеть, в какую сторону мы думаем, как мы с этим работаем. Вот, собственно, страничка планшеты, скриншот. Мы видим левое меню, в котором всякие управления, то есть связь, сейчас вышла и журналы, написания, и поиски технические, всякие вещи, и библиотека. Библиотека «Мои учебники» и библиотека «Мой портфель» — это, собственно, то, с чем работаем. Огромное количество сейчас уже по всей стране учитывает вопроса, как это будет лицензии передаваться, где-нибудь храниться, как платить. Нас это сегодня не касается, мы это пропускаем. Вот считаем, что мы учебник получили, он в моем портфеле, и открываем учебников, учебник физики. И дальше начинается история, которая, собственно, мои отношения с программистами. Я ведь специалист по новым технологиям, но имею отношение к нам всегда только как пользователь, что может быть очень хорошо или очень плохо. Это решает руководству. Поэтому программистам я себе настала задачу такую, «Я хочу, чтобы мне, учителю, было просто, легко и понятно, что со мной происходит». И я сказал, что вот у меня 28 основных функций, которые мне нужны на уроке, когда я готовлюсь, и все они должны быть на первом экране. Ведь не на первом экране, я никогда не на этом не имею времени, я вообще не найду, как с этим работать. Они сказали, что это невозможно, и дальше начинается интересная вещь, что ровно то, что они читают, не нужно, а должно быть исключено, мы считаем, что нужно, и, собственно, на этом пути, и какое-то такое решение, которое сейчас есть, мы показываем. Значит, видите, всегда открыто левое меню. Там наверху всегда обложечка видна, тот книг, который мы сейчас читаем. И никогда это не закрывается, где вы не будете, потому что ученику, это мы по контексту знаем, мы находимся в физике или общественном сознании, а ученику надо все-таки видеть учебник, в котором находится, и тогда как санитироваться, то всегда полная ориентация. Вот есть это постоянно, это обложечка. Дальше, дальше она постоянно здесь есть. Важно, что здесь указана и страница, и интерактивное оглавление, но есть и страница. Для электронного учебника это нонсенс, но когда мне нужно установить взаимосвязь между бумажным учебником и электронным печатным, то это не нонсенс, потому что ученика говорит, открой известную ему страницу 16, я просто бегом-бом открываю, и открываю электронную часть учебника, которая соответствует точно бумажной. Если у ученика закончили с батарейки в его планшете, он в конце концов может открыть бумажную, или у меня планшета, или он его забыл, но в любом случае это позволяет, это то, что заложено в этой электронной форме учебника, полное взаимосоответствие материала между электронным и печатной формой учебника. Мы вошли в главу, то есть это параграф 2, параграф 10. Видите, сам учебник устроен, как я объясняю учебникам, и все остается понятным, вам труднее это понять, потому что я много раз, мы раздаем наши журналы уже давно учебникам, из-за своего дома переставря, и я все время хотел, чтобы была листалка оффлайн и онлайн, что можно будет читать, скачать и почитать, и обязательно онлайн. И зачем же онлайн-то читать, когда уже ты скачал? Я говорю, что потому что, когда учитель скачивает любой файл, он потом его не может найти в компьютере, как и я. А вы думаете, что он может? В любом случае, это похоже на электронную почту, я объясняю. Вот адресаты, вот здесь наш контент, это того письма, которое мы сейчас открыли, все сразу наступали с учтям. И важно, что, это тоже моя идея, которая мне очень важна, что я постоянно вижу контекст, там вечно нахожусь. Как бы не читал я дальше текст, видите, уже заголовок в текст ушел, но слева у меня постоянно есть заголовок в токаре, в токаре, в токаре, в токаре, ну как обычно адреса, есть учебник, в токаре, в токаре и глава, в которой нахожусь. То есть это постоянно мне говорит, куда бы я не ходил по тексту, я всегда понимаю, где нахожусь. Теперь такая важная вещь. Каждому параграфу мы сделали ключевую картину. Это схема, картинка и так далее. Она в планшете видна, но она маленькая. Но важно, что я читаю текст, а эта картинка постоянно рядом. В нашем печатных версии мы так и делаем. Мы размещаем текст рядом с иллюстрацией. И ученик может соотносить схему треугольника с тем, что он читает. Здесь в элитонном виде труднее, потому что этот текст уходит, да, какие-то картинки уходят, но мне важно, что ключевая иллюстрация стоит здесь на месте. Она играет еще одну роль. С одной стороны, она маленькая, а с другой стороны, как только я на нее кликну, то открывается галерея. Я закрою и снова здесь. Мне одну секунду развернуть ее, посмотреть и дальше так. То есть я читаю текст, который лентой идет мимо этой иллюстрации, но иллюстрация постоянно здесь находится. Когда я нахожусь в этой галерее, все вещи, которые я вам показываю, они совершенно стандартные на всех планшетах. Многие из них на сайте. Я просто собрал из тех механизмов, которые мы уже знаем, ничего не надо было делать, и чтобы было педагогу понятнее, с чем он занимается. Если я просто дотронусь до этой, еще раз крикнул на саму картинку, появляется текст-напись. Может быть, длинная, маленькая. Я коснусь еще раз, текст исчезает. То есть спорить себе и в подписи это тоже важно. Видите, на самом деле, у меня здесь иллюстраций много. Мы их делаем больше, чем учебники. Все они с пописями. И ученик, который в принципе в курсе и понимает, что он делает, он может просто пройтись даже по иллюстрации перед уроком, восстановить содержание, прочесть эти длинные тексты, которые там есть. И он гораздо быстрее, чем читать весь этот текст, который в учебниках он и туда не забирается, он с этим будет иметь дело. Кстати, когда в педагогической аудитории вот по-настоящему ты находишься, да, и я спрашиваю, скажите, пожалуйста, какой объем, процент учебника? Продолжение следует... Продолжение следует...